МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа о главных новостях прямо сейчас в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Нет масок и перчаток, штраф. В Чебоксарах проверили соблюдение масочного режима. 80% от плана посевная кампания в республике подходит к завершению. День открытых дверей по-новому свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники музеев. 87 человек, таков прирост заболевших коронавирусом в Чувашии за сутки. Это меньше, чем было в воскресенье. При этом чаще стали выявлять носители ковид-19 на ранней стадии. Об этом сегодня сообщил руководитель региона на еженедельном совещании в Доме правительства. 1787 жителей Чувашии получили положительный тест на ковид-19. Это общая цифра за все время наблюдений. 559 человек выздоровели. Таким образом, число больных в настоящее время – 1220. С одной стороны, конечно же, то, что они есть, нас настораживает и заставляет быть предельно внимательными. С другой стороны, выявление на раннем этапе носителей вируса нам позволяет превентивно лечить этих людей, не доводя их до состояния, когда надо лечить стационарно, тем более с использованием более серьезных методов лечения. Врачам и медперсоналу, кто работает непосредственно с заболевшими, все дополнительные федеральные выплаты отправлены. Эта тема на особом контроле. Материальную поддержку получат и социальные работники детских домов, интернатов, которые перешли на двухнедельные вахты. Мы сделали все необходимые расчеты, которые потребуются для предоставления стимулирующих выплат за собственный режим работы. Сегодня мы ждем постановления правительства, распоряжения правительства по выделению средств регионам. Об отмене или смягчении режима повышенной готовности в Чувашии речь пока не идет. Однако обсуждали открытие Чебоксарского аэропорта. С 1 июня авиакомпания «Победа» планирует возобновить рейсы в Москву и обратно. В первую неделю один раз в два дня. Также с середины июня открывает рейд в Санкт-Петербург, а с конца июня планирует начать рейсы в Симферополь и в Сочи. Но там все будет зависеть от того, когда власти Крыма и Краснодарского края завершат режим ограничений. Так что с 1 июня 234 сотрудника аэропорта выходят на работу. Они сейчас находятся в вынужденных отпусках, но получают две трети заработной платы. Олег Николаев поручил проработать меры эпидемиологической безопасности и при регистрации на рейсы во время посадки, чтобы избежать внештатных ситуаций. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах из Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн самовольно ушла женщина, которая лечилась от коронавируса. Сбежавшую пациентку обнаружили на остановке Центральный рынок недалеко от места, где она снимала квартиру. По данным пресс-службы МВД, ранее эта женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение общественного порядка. По инициативе прокуратуры в Чебоксарской республике возбуждено уголовное дело в отношении лица страдающего коронавирусной инфекцией, которая самовольно покинула лечебное учреждение. А так прокуратура Московского района города Чебоксара установила, что в апреле в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войны госпитализирована 43-летняя местная жительница с подтвержденным заболеванием коронавирусной инфекцией. При поступлении в больницу она была предупреждена о наличии у нее опасного инфекционного заболевания, необходимости исключения контактов с другими людьми и невозможности оставления ее места излечения до полного выздоровления. Несмотря на это, 6 мая текущего года она самовольно покинула больницу, создав тем самым угрозу массового заболевания людей. В тот же день она была задержана и вновь помещена в лечебное учреждение. Материалы прокуратской проверки были направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 236 Уголовного кодекса России, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания людей. В настоящее время уголовное дело возбуждено, и его расследование находится на контроле органов прокуратуры. Реализацию указа в Рио главы Чувашии по обязательному ношению масок проверили сегодня в первый рабочий день недели. Детский мир, торговые ряды на пути к центральному рынку, остановки общественного транспорта оказались в зоне внимания мобильных групп. Громкие споры и откровенное непонимание. Такую реакцию до сих пор вызывают у некоторых требования надеть маску. Несмотря на то, что у входа висит объявление, запрещающее посещение торгового центра без средств индивидуальной защиты, многие попросту не считают нужным их надеть. Вы находитесь в зоне риска, вы знаете, вам надо защищать дыхательные пути свои. Я в первую очередь. И, конечно же, требует это все. Я просто посетители. Нарушителей ждут штрафы. Вы сейчас не имеете права вовсе торговать. Вы знаете, а вон стоит сколько народа. А в гараже у нас какой беспорядок творится. Меры предосторожности для всех едины. Те, кто за прилавком, тоже не исключение. Увидев участников рейда, многие продавцы поспешили завершить работу. Ведь открыли они торговые точки незаконно. Не уходите. Сейчас уже бесполезно уходить. А я знаю. Уходить не надо. Сейчас мы в любом случае составляем по стакану. На этих нарушителей будут составлены протоколы по статье 20.6.1, потому что с их стороны не исполняется и 92-й указ, и, конечно, не исполняется законодательство со стороны налоговой системы. Они ведут деятельность без документов, без регистрации физического лица, как индивидуальный предприниматель. Это тоже нарушение. И еще плюс к этому они реализуют товары, на которых не имеется никаких документов, никаких сертификатов. Если для физических лиц наказание от 1 до 30 тысяч, то штрафы для юридических лиц кратно выше. Только за этот рейд выявлено десятки нарушений. Приостановить деятельность объектов розничной торговли, здесь включение аптек, аптечных пунктов. Площадь его свыше тысячи квадратных метров. И на данном случае это распространяется на объект в целом. Поэтому вам необходимо приостановить деятельность. Чтобы не превратить город в сплошной лазарет, нам придется соблюдать определенные правила, хотим мы этого или нет. Соблюдение социальной дистанции важнейшей из них. Сейчас многие точки осуществляют продажи через интернет. И это неплохое решение в условиях, когда магазины не могут работать в обычном режиме. Такой же жесткий контроль на дорогах. В общественном транспорте тоже есть нарушители. Некоторые водители полагают, что одна и та же маска может защищать их всю рабочую смену. О необходимости обрабатывать руки многие позабыли. Пассажиры в этом отношении оказались более бдительными. Практически все в масках. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В Янтиковском районе зарегистрировано 58 случаев заражения COVID-19. Из них выздоровели 49 человек. На данный момент в районе продолжаются работы по предотвращению распространения инфекции. Администрации Янтиковского района приняты дополнительные меры и организована работа по проведению дезинфекции помещений и общественных мест. На сегодняшний день обработано всего 72 тысяч квадратных метров площади. Это улицы, дворы, автобусные остановки, территория автовокзала и общественных мест на территории индюшеского, Адьярска и Янтиковского сельского поселения, где выявлено наиболее количество пострадавших. Проводится в неделю два раза дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Такая работа выполнена на территории района всего 93 тысячи квадратных метров. Посевная кампания в Чувашии вышла на финишную прямую. Выполнено более 80% намеченных работ. Зерновых и зернобобовых культур посеяны уже почти 160 гектаров. Однако в некоторых районах есть отставание от сроков. Отставание наблюдается в Вурнарском, Козловском, Чебоксарском и Мариинско-Посадском районах. В трех районах еще не приступили к посадке картофеля. Ссылаться то, что почва не созрела, сегодня смысла нет. У всех условий примерно одинаковые. Это ранней весной можно ссылаться на то, что почва не поспела и так далее. Да, местами проходят дожди, но можно было, мы сегодня отметили, организовать работу с двух часов утра, с трех часов утра. Во многих районах, в том числе этих двухсменная работа, к сожалению, не организована. Замедление темпов работ в каждом районе объясняют по-разному. Но даже объективные причины не снимают ответственности с руководителей. У нас четыре крупных хозяйства, которые работают на территории района. В принципе, из них три хозяйства – это хозяйства, которые заходят с территории других районов. Соответственно, пока они отсеются у себя на территориях, на нашу территорию не заходят. Это систематический наш недостаток. Просто у нас одно хозяйство, Приворское. Пока отстают, сюда не тянут наш район, пока по рецептам соотношения. Они вышли, но говорят, что земля еще не совсем готова. В таких случаях решение надо принимать на местах и выезжать в хозяйство, отметил Олег Николаев. Завершить массовый сев, по данным Минсельхоза Чувашии, планируют в течение 5-6 дней при соответствующей рабочей погоде. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. В столице продолжается начатый еще в апреле ямочный ремонт дорог. Планы на этот год большие. Переменчивая зима добавила забот. Многие дороги здорово разбиты. Адреса будущих ремонтных работ известны. Зальные сети полны удручающих фотографий с мест, присланных раздраженными водителями. Одно из таких – проспект Ивана Яковлева. Движение здесь достаточно интенсивное, а ям немало. Обновление дорожного полотна уже начато. Асфальт на этой улице укладывают по технологии пневмонабрызга. Сначала срезают верхний слой бетона, затем очищают основание от пыли и грязи. А после формируют верхний слой асфальтобетона при помощи укладчика. Так, участок дороги под железнодорожным переездом уже отремонтирован. Закончить работы планируется через неделю. Следующий на очереди – Марпасадское шоссе. В целом на обоих участках планируется улучшить 2500 квадратных метров дорожного покрытия. Уже год, как Чувашия полностью перешла на цифровое телевидение. Жители даже самых удаленных населенных пунктов бесплатно получили 20 каналов в хорошем качестве. Сейчас все работает без сбоев, но находятся мошенники, которые пытаются зарабатываться на этом. Сотрудники российской телевизионной и радиовещательной сети призывают к бдительности людей, которые собираются купить новые приставки. В интернете появился новый вид мошенничества. На нескольких сайтах приемник цифрового сигнала предлагают купить по очень дешевой цене и обещают телезрителям сотни каналов без абонентской платы. В интернете приводят какие-то чудо-приставки. За совершенно ничтожные деньги, порядка 180 рублей, можно купить приставку и смотреть совершенно спокойно до 180 телевизионных каналов. При этом не стесняются ссылаться на мнения специалистов РТРС, которых в природе не существует. То есть это все мошенники. Хочу еще раз напомнить нашим уважаемым телезрителям. У эфирного цифрового телевидения доступны на сегодняшний день 20 каналов. Не 180, не 90, а именно 20. И цена приставки не может быть меньше. Самая дешевая, по нашей информации, приставка стоит порядка 400 рублей. Российская телевизионная и радиовещательная сеть не занимается рекламой, продажей и установкой цифровых приемников. Если пропадает эфирное вещание, можно позвонить на горячую линию по номеру 8 800 220 20 02. При неполадках именно с цифровым приемником за консультацией нужно обращаться к продавцам оборудования. Поэтому важно приобретать технику в официальных торговых точках и не верить заманчивым предложениям интернет-мошенников. Приемное оборудование, антенна и цифровая приставка, они находятся в зоне ответственности телезрителей. Мы частенько получаем жалобы на отсутствие в эфире цифрового телевидения. И в 99% случаев разбираясь, бывает, что просто цифровая приставка по тем или иным причинам дала сбой. Надо просто перезагрузить ее, и все будет включить, выключить, сделать перенастройку, и все пойдет. Обучение в школах из-за пандемии в последние два месяца проходило в дистанционном формате. Для многих испытание оказалось не из легких, но только не для Александра Волкова. Юный математик из Чувашии занял первое место во Всероссийской Олимпиаде среди учащихся первых-четвертых классов. Пять с плюсом Александр заработал тоже дистанционно. Трецеклассник из Шумерли учится в студии ментальной арифметики «Пифагорик». Увидев, как в передаче «Лучше всех» дети быстро проводили сложные вычисления в уме, Саша заинтересовался методом и не заметил, как втянулся в практику. Сам он говорит, что заниматься несложно. Саша решил проверить свои силы во Всероссийском конкурсе и выиграл. Его педагог Ольга Михеева отмечает, занятия ментальной арифметикой положительно сказываются на успеваемости ребенка и на его умении быстро думать, считать и самостоятельно принимать решения. Первая игра скоро в Чубаксарах завершается строительство регионального центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени героя Советского Союза Александра Кочетова. Готовность объекта вместе со специалистами оценила наша съемочная группа. Гладкий лед и звук лезвий коньков. Каток уже залит и готов к работе. Дочка Татьяны Кузина и Василиса занимаются фигурным катанием. Она одна из первых оценила новую ледовую арену. Занимаемся уже 4 года. У нее третий юношеский разряд. Очень хорошо, что в республике открываются такие центры. Это плюс для детей, которые занимаются спортом или хотят только заниматься. Это дополнительная возможность в комфортных условиях заниматься. Будет более удобное расписание. Более 4000 квадратных метров. Зал рассчитанный на 300 зрителей. Размер ледового поля 60 на 29 метров. Сейчас в центре хоккея идет внутренняя отделка и внешнее благоустройство территории. Уже совсем скоро круглогодичная арена примет желающих заниматься любимым видом спорта. У нас будет здесь следующий хоккей. Это их будет база полностью здесь заниматься. Также будет заниматься женская команда планируем. Естественно, «Сокол» будет заниматься. Ну и ночная хоккейная лига. Кадеты тоже будут заниматься. У нас пять раздевалок предусмотрено. В каждой раздевалке предусмотрены душевые кабины, санузел предусмотрен. Также предусмотрено сушильное помещение. Так реализуется программа «Спорт нормы жизни». Она одна из составляющих национального проекта «Демография». Стоимость строительства 200 миллионов рублей. С учетом нынешней капризной погоды, когда сезонные границы размыты, трудно переоценить важность этого спорт-объекта для жителей столицы. Она значима для жителей соседних домов, для Новоюжного района, которые, в общем-то, жители не имели возможности до настоящего времени заниматься фигурным катанием, хоккеем. И Новоюжный район, и весь город, и, соответственно, те, кто приезжает сюда, они уже непосредственно могут использовать этот объект. Это, конечно, здорово. Бассейн рядышком. Соответственно, сейчас можно заниматься хоккеем. Я своих детей однозначно приведу именно сюда. В соответствии с контрактом, Центр хоккея должен быть сдан в эксплуатацию 31 мая. Рифат Фаткулин, Валерий Рязюков, Республика. Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают свой профессиональный праздник – Международный день музеев. Традиционно в этот день музеи по всему миру распахивают свои двери для желающих и проводят бесплатные экскурсии. Но в этом году все иначе. Музеи закрыты для посещений и работают в формате онлайн. Чтобы увидеть знаменитые выставки, не нужно никуда ехать, достаточно иметь доступ к интернету. И хотя экскурсия на экране не заменит живого присутствия, каждый сможет узнать что-то новое для себя и прикоснуться к историческому наследию. Музей не только показывает предмет, он его еще хранит. То есть, чтобы показать его, нужно сначала, конечно, сохранить. В преддверии дня музея во многих странах проводится акция «Ночь в музее». В республике она прошла 16 мая и впервые в виртуальном формате. Участники смогли увидеть трансляции виртуальных туров и мастер-классов, прослушать лекции и ознакомиться с уникальными экспонатами. Проведенные мероприятия посвятили столетию Чувашской автономии и 75-летию Великой Победы. Это все новости понедельника. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова